Лекция по Бхагавад-гите, как она есть, 13 глава, текст 5, прочитанная Его Божественной Милостью Аче Бхактивидантой Свами Прабхупадой, 13 августа 1973 года в Париже, Франция. Перевод. Многие мудрецы описали поле деятельности и знающего поля в разных ведических шастрах. Особенно подробно, с объяснением всех причин и следствий, об этом рассказывается в Веданта-сутре. Итак, Риши Бхейх, великие мудрецы, великие святые рассказали о душе и сверхдуше. К примеру, в нынешнюю эпоху мы принадлежим к разным группам имперсоналисты и персоналисты. Шанкара Санпрадая определяют абсолютную истину как безличную нирвишеша. Буддисты считают, что абсолютная истина есть ничто. И мы боремся против нирвишеша-шуньевади. Мы выступаем оппонентами нирвишеша-шуньевади, последователей философии пустоты и имперсоналистов. Нет ничего нового в этом. С незапамятных времен были разные взгляды у людей. Но здесь Кришна говорит, есть много других книг знания, и они не очень разумны. Они основаны на догмах. Но хитумат-бхих, если мы воспользуемся логикой и разумом, то мы поймем, что Веданта Сутра является лучшей книгой, описывающей атму и параматму. Поэтому в читании Чаритамрите автор говорит, автор говорит, пожалуйста, взвесьте с позиции разума милость Господа Чайтани Махапрабху. Если вы примените логику, разум, вы почувствуете, что это чудо. Поэтому нам не нужно ничего принимать слепо. Брама Сутра или Веданта Сутра именуются Няя Прастана. Есть три разных метода постижения абсолютной истины. Няя Прастана, Шутик Прастана, Шметик Прастана. Брама Сутра — это Няя Прастана. Что значит, все те сутры и афоризмы обоснованы незыблемой логикой. И все, что говорит Брама Сутра, это Винищита, недвусмысленное знание, не вызывающее сомнений. Например, Брама Сутра говорит, Атхото Брама Джигьяса. Брама Сутра говорит, Сейчас пришло время вопрошать об абсолютной истине. Сейчас означает, в этой жизни, в человеческой форме жизни. Например, сейчас в Европе и Америке пришло время вопрошать об абсолютной истине, потому что в материальном смысле они достигли больших высот. Они видели все материальные достижения. Ученые сейчас зашли в тупик. Как же нам поддерживать себя, думают они, потому что нам нечего уже дать. Все, что мы могли дать, мы дали. Теперь они блефуют. Им уже нечего давать. Они предоставили нам машины, атомные бомбы, самолеты, электронные устройства. Много всего. Хорошо. Но они не смогли избавить нас от рождения, смерти, старости и болезни. Настоящие проблемы остались. Они лишь дали поверхностное решение. Например, в этом движении мы тоже пользуемся научными достижениями, например, микрофоном. Но иногда микрофон отказывает. Это, опять же, не означает, что я перестаю говорить. Мы можем обойтись и без микрофона. Конечно, это доставляет нам серьезные трудности. Допустим, наука предоставила нам машину. Хорошо. Но иногда мы обходимся без машины. Мы ходим пешком или ездим на бычьей повозке. Итак, истинная проблема, которая не дает нам жизни, состоит в том, что все мы не хотим умирать, никто из нас. Но наука не смогла предоставить нам никакого конкретного решения, избавляющего от смерти. Это невозможно. Итак, Ат-Тато-Брамма-джи-гья-са. Я говорил, что в западных странах Европы и Америки где-то 40 лет назад, в 35-м или 36-м году, где-то 40 лет назад, может быть, немного меньше, один из моих духовных братьев из Германии. Он по-прежнему жив. Сейчас он живет в Швейцарии. Теперь его зовут как? Садананда. Его гражданское немецкое имя Сулле. Когда он приехал в Индию на собрание, он сказал, если говорить о мистической силе, то мы решили эту задачу с помощью науки. Нам нет необходимости изучать мистические способности. Я приехал в Индию, чтобы научиться науке постижения Бога и служения Ему, любовному служению. И так оно и есть. 40 лет назад он сказал это. И так Европа и Америка получила достаточно материального наслаждения. Мясо, вино, женщины. У них этого всего в достатке. Поэтому они не так уж сильно интересуются всем этим. Хотя у них нет альтернативы других наслаждений. И они пытаются обрести удовлетворение в этом, но это не приносит им настоящее удовлетворение. Это факт. Вино, женщины, мясо не приносит им больше удовлетворения. Потому что у них нет другой альтернативы. Что же им делать? Чем же им заняться? Пунах, пунаш, чарвата, чарванара. Они жуют уже пережеванно. Все это уже пережевано. Уже кем-то попробовано. Но у них нет другой альтернативы, поэтому они жуют все то же самое в той или иной форме. И сейчас пришло их время Атхата Брамаджигиаса. Поэтому когда из Индии приезжает какой-нибудь мошенник, йог, саду, аватара, они идут к нему, они жаждут этого знания. Мы практически наблюдаем это на примере молодого поколения. Иногда они обращаются ко мне с вопросом, почему столько молодых людей приходят к вам. Да, они разочарованы. Их больше не прещает жизнь своих отцов и дедов. Им наскучила такая жизнь. Те же азартные игры, то же мясо, те же ухаживание за женщинами и одурманивающие средства. им наскучило все это. И когда человеку наскучивает это материальное наслаждение, он начинает задаваться вопросом. Брама сукья, атато брама джигья саа. Он вопрошает об абсолютной истине. Это естественное следствие. Поэтому первый афоризм веданта сутры атато брама джигья саа. Да, это естественно. вы молодые юноши, девушки. Почему вы приходите ко мне? Естественное следствие. Сейчас нам необходимо узнать, что дальше, потому что материальное счастье не дало нам истинного счастья. Когда человек становится цивилизованным, когда человек стал искушенным в этом так называемом материальном наслаждении, следующий шаг это вопрошать об абсолютной истине. Это естественно. Это естественно, потому что каждое живое существо — духовная искра. Оно не тело. Кришна уже объяснил, чтобы понять, кто кшетра-гья, знаток тела. Что такое тело? Кшетра-кшетра-гья. Кто является истинным хозяином тела? Кришна. Итак, если человек способен понять эти три истины, кшетра-кшетра-гья и верховный кшетра-гья, мы можем понять это даже если применим здравый смысл. для этого необходимо лишь здравомыслие, но это здравомыслие не проснется в нас, пока мы не оставим эти четыре вещи, а именно недозволенные половые отношения, употребление мяса, одруманирующих средств и азартные игры. Если ваш ум одержим постоянно всем этим мусором, вы не сможете думать о более возвышенных вещах, о более тонких материях. Это невозможно, поэтому мы ограничиваем, чтобы прочистить наш рассудок и подготовить его к пониманию Кришны. Парикшат Махараш сказал, «Вина пашугнат». «Вина пашугнат» таковы предписания шастры. Те, кто ведет мясо, не обладают необходимым разумом, позволяющим им понять абсолютную истину. Они лишь измышляют, они не способны понять. Это невозможно. Это говорит Парикшат Махарадж. «Вина пашугнат», кроме негодяев, которые привыкли убивать животных, все примут прибежище у славы Господа, кроме этих людей. Вина пашугнат. Он говорит, «Прославление Господа». Так поступают свободные люди. Эту мантру не повторяют обусловленные души. Это невозможно. Поэтому не каждый может повторять Святое Имя. Мы видели это своими глазами. Вы поете, танцуете в экстазе, в блаженстве. Другие стоят, не открывая рта. Они не могут петь. Им очень трудно это делать, потому что это прерогатива свободных людей. необусловленных душ. Поэтому Парикшат Махараш сказал, «Нивритта таршай». Таршай – тришна, что значит жажда. К примеру, если вы мучен из жажды, вам хочется воды, вы ищите воду. Это называется тришна. Итак, слово невритта тарши указывает на того, кто перестал желать материальных наслаждений. Его называют невритта тришна. Ниврита значит прекращенное, тришна значит жажда. О том же говорит Шимадбхагавадгита. Канкшати значит «Если я жажду, то есть по-прежнему я голоден или мучен жаждой». Однако есть такое положение, положение Брама-бхута. При помощи Брама-джиггаса мы можем избавиться от этих двух побуждений от жажды и от скорби. В материальном мире есть только два явления скорбь и жажда. Те, у кого чего-то нет, они жаждут. А те, кто потерял, скорбят. И так есть только две этих чувства. На самом деле мы не обладаем ничем. Даже если мы чем-то владеем, мы тоже утрачиваем это. Например, у нас есть тело. Кшетра-гья. Кшетра-кшетра-гья. Кшетра — это тело. Если мы жаждем, желаем чего-то, мы можем получить любое тело. Есть 8 миллионов 400 тысяч разных форм жизни. если вы горите желанием получить определенное тело или жить в определенных условиях, Кришна предоставит вам это. Живые существа пришли сюда за этим. Эти негодяи, эти обусловленные души хотят господствовать над материальным миром. и Кришна должен обеспечить их. Вот что делает Кришна в этом мире. Они лишь беспокоят его. Например, много детей. Если у отца много детей, отцу очень трудно, а один ребенок говорит, отец, дай мне это, другой говорит, дай мне это. И отец, будучи добрым, должен удовлетворить все прихоти детей. Положение Кришны такое же. Поэтому Кришна приходит, потому что эти негодяи беспокоят его. Ты хочешь от меня столько всего, но ты ведь несчастен. Пожалуйста, прекрати ты все это делать. Сарва-дхарман парития-джа. Мам экам шаранам вража. Просто следуй за мной, и ты будешь счастлив. Поэтому Кришна приходит. Истинное решение это сознание Кришны. Поэтому Веданта сутра говорит Ататоп Брама Джиг Гяса. Сейчас тебе не нужно вопрошать ни о чем другом. Зачем? Все твои потребности уже удовлетворяются. Они будут удовлетворяться. Зачем тебе беспокоиться об этом? Просто попытайся понять ценность своей жизни в сознании Кришны. Это твоя единственная задача. Ковида разумные Тасяива хета ради того праэтэта прилагают усилия. Попытайтесь обрести то. Тасяива 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 Например, люди работают тяжело. Куда бы вы ни отправились в материальном мире, в Лондон или Париж, в Калькутту или Бомбей, куда бы вы ни поехали. Чем занимаются люди? Борются за существование. Денная ночь на машине носится туда и сюда, туда и сюда. Вчера вечером я разговаривал с Шутакирти. Куда мы ни поедем, везде одно и то же, туда и сюда. В любом городе те же дороги, те же машины носятся так же, на том же бензине. В чем разница? Но мы говорим, это иллюзия. Я приехал в Париж, я приехал в Калькутту, но в чем разница между Калькуттой и Парижем, и Бомбейом? То же самое все. Пунах, вновь и вновь они жуют уже пережеванное. Поэтому Брама Сутра советует «Ты жевал жеванное столько жизней». Что значит жевать жеванное? Собака вы или человек. Вам необходимо удовлетворять свои потребности в еде, во сне, в сексе, в защите. Те же проблемы и у собак, и у людей. И у полубогов тоже. К примеру, наш Богован Дас рассказывал мне, что в Париже 20% собранных налогов тратится на поддержание ядерного вооружения. Так мы лишь создаем проблемы. Так называемый прогресс цивилизации. Что это значит? То же самое. Что значит атомная бомба? Это защита. Ахара нидра бхая. Бхая значит страх. Мы боимся. Англичане, французы или немцы все боятся. К примеру, собака боится другой собаки. Так называемые цивилизованные люди тоже боятся. Как бы англичане не пришли или немцы, поэтому у нас должна быть атомная бомба. а следовательно вы должны платить нам налоги. Все это лишь попытки решить проблемы страха, только и всего, защита. Итак, этот страх есть как среди собак, так и среди свиней и среди воробьев повсюду. Вы видели воробья? Как только он садится на землю, чтобы что-нибудь съесть, он смотрит туда и сюда, он боится, как бы кто-нибудь не убил его. Обитатели вод тоже боятся, все боятся за свою жизнь, но Кришна предоставил им разные средства защиты. Из шастры мы узнаем, что рыбы, обитающие в воде, могут понять по волнам, они могут понять, что враг находится за несколько миль от них, они сразу же предпринимают меры защиты, потому что это борьба за существование, я хочу съесть тебя, ты хочешь съесть меня, дживо дживасе дживанам, все боятся, все защищаются, даже тигр тоже боится, вы знаете, тигр тоже, тигр стал очень мощным, сильным животным, все его боятся, он может поймать кого угодно и убить его, и съесть его, к сожалению, ему не всегда выдается возможность поймать свою жертву, тигр не может себе позволить питаться вкусно каждый день, раз в неделю ему выпадает шанс, или раз в две недели поймать какое-нибудь животное, он убивает его и хранит его, чтобы есть каждый день, это не так, как вы получаете каждый день замечательный бхагават прасад, никто не кормит тигра, никто не подходит к тигру и говорит, пожалуйста, убей меня и съешь, нет, никто не идет к нему, всем приходится бороться, так говорится, материальный мир устроен так, что даже если лев будет продолжать спать, лев считается царем леса, если он думает, я царь леса, зачем мне работать, я буду спать, а мои жертвы будут сами приходить и заползать ко мне в пасть, нет, тебе придется потрудиться, тебе придется их найти, поэтому эту энергию называют карма-самгьянья, у Кришны много энергий, параси-шактир, вивидхайва-шруэте, но сведущие ученые разделили их на три, духовная энергия, пограничная энергия и материальная энергия. Так здесь, в материальном мире, либо вы становитесь тигром, либо господом Брахмой, либо крошечным муравьем, вам придется бороться за свое существование, таков материальный мир. вы не можете заключить, я буду счастлив, не работая. Люди пытаются это сделать, когда человеку удается скопить денег, счет в банке, он больше не работает, но есть такая тенденция, я буду поддерживать себя, жить счастливо, не работая. Мы склонны к этому, мы стремимся к этому. Ананда-майо-бья-сад, Веданта-сутра говорит об этом. Мы склонны наслаждаться жизнью, но мы не знаем, где наслаждаться, как наслаждаться. Это называется иллюзией, мы пытаемся наслаждаться жизнью в материальном мире, но здесь нет наслаждения, нет наслаждения. Шастра вновь и вновь говорит об этом. Кришна говорит Духалая Машашвата. Это место юдаль страданий. Ашашва там и оно еще и временно. Даже если вы думаете, хорошо, столько страданий здесь, ну и пусть я приспособлюсь и буду жить здесь вечно. Нет, вам не позволят. Здесь все временно, вы можете разукрасить ваш город, Париж. Наполеон пытался это сделать, другие пытались, но вы не сможете жить здесь, сэр, вам придется уйти. но эти негодяи не понимают этого. Они украшают, украшают, собирают налоги, платите больше налогов, давайте украсим город, но сколько вы будете здесь жить, как долго? Даже если вы такой патриот своей страны, вы так любите ее, допустим, в следующей жизни, дело в том, что если человек к чему-то очень привязан, к какой-то земле, то он вновь рождается на этой земле. Даже если вы родитесь на своей родине, но не как человека, как кошка, собака или корова, вас пошлют на скотобойню. Какой смысл в вашем национализме? Ваши же люди, ради которых вы так тяжело трудились в следующей жизни, если вы родитесь коровой, те же самые люди отправят вас на бойню. Но эти мошенники не знают этого секрета. Поэтому, чтобы решить эту проблему, Адхата Брама Джигиаса, сейчас вопрошай об абсолютной истине. Вот что такое разум. Поэтому Кришна, хотя Он верховная личность Бога, Он ссылается на Брама Сутру. Все Его слова истины, и Он не обязан опираться на какую-либо авторитетную книгу, но Он тоже ссылается на авторитетные источники, как и Читания Махапрабу это делал. Именно так нужно поступать. Но эти негодяи пытаются избежать авторитетных писаний. Даже Кришна ссылается на авторитетные писания, но эти негодяи настолько опустились, они говорят, к чему нам эти книги, мы сами можем придумать собственное знание. И другие негодяи верят им, они говорят, да, это хорошо. Это называется Кали-юга. Люди настолько опустились, они стали ниже животных. Поэтому, чтобы вернуть их на путь истины, веданта сутра говорит, ата-то брама-джи-геса, сейчас настало время вопрошать об Абсолюте. Спасибо вам большое. Абсолютно.